Привет, друзья! Сегодня урок, тема которого звучит как вертикальное мышление, как основа построения грамотной мелодии. Давайте я вначале немного расскажу о самих этих понятиях вертикальное мышление и горизонтальное мышление. Это довольно условно, но в то же время это может очень сильно повлиять на то, каким образом вы мыслите во время импровизации. Эти два типа мышления имеют свои характерные особенности и применяются в разных музыкальных ситуациях, в разных стилях, больше или меньше. Но тем не менее, я бы выделил, наверное, вертикальное мышление именно отдельно, как более продвинутый способ мышления, более сложный, но и при этом более универсальный, который позволяет вам звучать классно, используя небольшое количество звуков. И в некоторых стилях, таких как Jazz и Fusion, без него просто невозможно обойтись. Термины идут от такого визуального восприятия мелодии. Горизонтальное мышление – это когда вы видите мелодию как горизонталь, то есть развивающуюся такой мелодию в пространстве. Смотрите на одну нотную строчку, скажем так, не думая при этом о аккордовой составляющей. Вы думаете ладом. То есть горизонтальное мышление, можно сказать, ладовое мышление. Когда для вас ля-минорная пентатоника или ми-минорный лад или фа-дорийский, любой лад – это основа. Вы строите секвенции, фигурации по нему. То есть вы мыслите как одноголосный такой инструмент, не сильно вдаваясь в подробности насчет гармонии. Этот подход работает, когда гармония простая и не особо заслуживает внимания. Такое часто бывает в роке, когда, например, какие-то пару power chords делают по году всю. Когда на первый план выходит какая-то энергетика, экспрессивность, какой-то посыл такой мощный, виртуозность. Например, там звучит какая-нибудь последовательность рифовая, типа там... То есть, в принципе, это аккорд ми, да, и там появляется соль и ля на короткое время, но вам нет смысла это обыгрывать, по большому счету. Вы будете выстраивать мелодию горизонтально мыслить. То есть вам нужно построить развитую такую линию, виртуозную, экспрессивную. И на это я бы сыграл, допустим, что-нибудь в таком духе. И на это я бы сыграл. То есть я думаю просто про какую-то экспрессию, про какой-то полет мыслей, да, не цепляясь за гармонией. Это горизонтальное мышление. Но если вы имеете гармоническую составляющую, там, последовательность более интересную, с большим количеством аккордов, и которые представлены не в виде там power chords, а каких-то аккордов, там, септ-аккордов, или более сложных, там, каких-то построений во фьюжн или в джазе. Там такой подход оказывается неэффективным. Вам нужно показать, следовать за гармонией, потому что она не всегда диатонична. Она может выходить за рамки тональности, да. Вам нужно следовать за гармонией. И иногда не просто следовать, а иногда гармония может дать много идей для мелодии. То есть, просто соображая, какой сейчас идет аккорд, как с ним поработать, у вас автоматом начинают рождаться какие-то мысли, потому что вы привязываетесь к изменениям в гармонии. Могу еще сыграть какой-нибудь пример, когда, например, на одну и ту же гармонию можно сыграть и горизонтальное мышление, и вертикальное, чтобы было еще яснее, да. Допустим, у нас такая последовательность будет в ми-миноре, да. И вот на эту последовательность я играю соло, сейчас горизонтально стараюсь думать, то есть ладом. Мелодия То есть, эта мелодия хорошо ляжет на эту гармонию, но когда вы ее слышите, вы не чувствуете в ней изменения гармонии. Сейчас я попробую сыграть, подчеркивая аккорды. Играет музыка Здесь вы слышите, оп, сменился аккорд, и мелодия явно следует за этим аккордом. Вот это пример вертикального мышления и горизонтального мышления. Кроме того, джаз весь построен, да, на вертикальном мышлении. Так, горизонтальное и вертикальное мышление, я думаю, понятно все с этим. Про горизонтальное мышление мы говорить сегодня не будем, потому что это гораздо проще, и это то, с чего, в принципе, все начинают. Вы выучили какой-то лад, там ту же пентатонику, просто достаточно знать тональность, и вы играете какие-то фигурации по этому ладу, включая слух и стараясь, чтобы выбор ваших нот был такой благозвучный, интересный, да, просто ориентируетесь на лад и на тональность. Вертикальное же мышление предполагает то, что вы знаете гармонию, на которой вы играете, знаете, сколько длится каждый из аккордов, да, сколько тактов, знаете, из каких нот он состоит, и тем самым выстраиваете свою мелодию уже в соответствии с этим. Теперь давайте поговорим поконкретнее, как это происходит, что происходит при вертикальном мышлении, когда вы обыгрываете гармонию, да. Тут нам нужно знать такое понятие, как целевые ноты, то есть выстраивая мелодию, определенным образом вы берете определенные целевые target notes, да, как в американской литературе пишут, то есть это такие более главенствующие, да, звуки, вокруг которых все крутится, есть более главные звуки, есть такие вспомогательные, да. То есть если мы берем гармонию, то этими целевыми звуками для аккорда будут ноты, входящие в этот аккорд. Тут все просто. То есть если у нас аккорд ми минор, мы знаем, что он состоит из звуков ми, соль и си. И вот эти три звука будут для нас целевыми. Мы можем на них опираться, начинать с них фразы, более долго, длинно останавливаться, да, на этих нотах. То есть они будут для нас опорными такими. А все остальные ноты будут вспомогательные, которые будут позволять вам звучать более креативно, да, что это не будет звучать как упражнение, просто арпеджио вы играете. То есть вы подаете звуки арпеджио, стараетесь более творческим способом. Очень поможет ваше знание аппликатур. То есть что я хочу сказать. Если вы знаете аппликатуру аккорда, это уже для вас подсказка. Скажем, тот же ми минор, да. То есть на начальном этапе я знаю там пентатонику ми минор или диатонику уже знаю, да, ми минор. Но я не успеваю соображать, какая нота входит, где она тут на грифе, как ее быстро найти. И таким образом просто гитарная такая визуализация может вам помочь. То есть вот эти ноты, которые я прижал, которые я зажал, они и есть целевые ноты, да. Я играю гамму диатоническую в этой позиции, да. Это будет бокс пятой ступени. И вот эти все звуки, я могу с ними работать, но те звуки, которые входят в этот аккорд, будут для меня основными. То есть пример. Допустим, он звучит аккорд. Я могу сыграть такую фразу, да. Я начал с целевого звука и закончил фразу тоже на целевом звуке. Таким образом, мои фразы привязаны к гармонии. И вы слышите, как она меняется через мелодию, которую я играю. Давайте я более подробно расскажу о приемах, при помощи которых вы, используя лад, можете показать целевые ноты аккорда. Самым распространенным приемом является, наверное, опивание, так называемое. Есть четыре основных вида опивания. Сейчас я вам его покажу. Давайте не будем отходить от нашего аккорда ми минор. Вот моя целевая нота, скажем, вот нота соли. Из этого аккорда, да. Опивание – это как бы когда вы подходите к нужной вам ноте снизу и сверху. Вы как бы окружаете ее соседними звуками по ладу. То есть наш лад ми минор. Соответственно, у меня будут здесь фа диез и ля. То есть это соседние с нотой соль звуки. Первый вид опивания – это опивание снизу, потом сверху, и потом мы приходим к нашей целевой ноте. То есть я не сразу играю ноту соль, а могу сыграть предыдущую ступень, ступень, которая лежит выше, и потом мою целевую ноту. Опивание номер один, да. Опивание номер два. Я играю выше стоящую ноту, потом ниже стоящую ноту, и потом мой целевой звук. Опивание номер три. Когда опивание происходит как бы через основную эту ступень. То есть вначале я играл, да. Это было опивание номер один. А теперь будет такой вариант. То есть я беру ноту ниже, целевую, ноту выше, и опять целевую уже остаюсь на ней. И соответственно, опивание номер четыре будет тоже наоборот. Я беру сверху, и через основную ноту мою прихожу к ней опять. То есть. И такое же вы можете проделывать с любой целевой нотой из аккорда. Скажем, нота ми, да. Итого, звучит аккорд. У вас есть четыре вида опивания. И звуки, минимум три звука, которые входят в этот аккорд. И вы можете выбрать любой из них и применить к нему какой-то из видов опивания. Допустим, я возьму целевую ноту соль, а потом целевую ноту ми. И для ноты соли я использую опивание номер один, а для ноты ми опивание номер четыре. Получится такое. Таким образом, у вас мелодия получается как бы встроена в гармонию. Это звучит всегда осмысленно и выразительно. Следующий прием, о котором я хотел бы сказать, это задержание. Это прием, при котором вы берете ноту, опять же, стоящую ниже, либо выше на сильное время. То есть вы думаете о вашей целевой ноте, но берете соседнюю ноту, которая потом приходит в целевую. То есть она как бы задерживает появление целевой ноты. В нашем случае это было бы просто... То есть я беру на сильную долю ноту фа диез и потом прихожу к ноте соль. Таким образом, у вас есть задержание сверху снизу, да? И есть четыре вида опивания. Уже такой арсенал. И вы можете работать со всеми ступенями, которые входят в аккорд. Еще один простой прием, достаточно эффектный. Это девятая ступень. Про аккорды с надстройками скажу немножко бегло здесь. То есть помимо трезвучий и септаккордов, которые мы рассматривали, есть аккорды с надстройками. В джазе это называют sensitive tones. То есть это аккорды с девятыми ступенями, одиннадцатыми и тринадцатыми. То есть если вся аккордовая вертикаль, да? Именно эти аккорды вы часто слышите в джазе и фьюжн. Такие более сложные, да, аккорды. Вот такие аккорды. Так вот в них входят надстройки выше. Вот как мы строили септаккорд, там, да? От до мажора трезвучая до ми соль. Септаккорд до ми соль си. То есть мы перескакиваем через ноту, да? Соответственно, еще если продолжить этот ряд после септаккорда ноты си пойти еще дальше, то будет си, ре, до ми соль, си, ре. Этот аккорд уже будет мэйдж девять. То есть он звучит вот так. И вот обыгрывая именно вот эти надстройки, высокие ноты, вы получаете такой фьюжн, сложное джазовое звучание, да? Это вкратце о надстройках. Теперь вернемся к моему примеру. Вот девятая ступень, она же является как бы второй, да? Поскольку восемь нот до ре ми фа соль си. Точнее семь нот, да? Восьмая нота это повтор первая уже. И девятая нота, она как бы то же самое, что вторая. Ее достаточно легко найти, просто отступив от тоники на один тон вверх. Она очень прикольно звучит и ее легко использовать, потому что можно легко отчитать от тоники. То есть, допустим, ля минор. Вот я сейчас взял эту ноту си. У меня аккорд ля минор. Соответственно, девятая ступень это будет на тон выше, да? Ля си. Как целевую. В чем тут сложность? Ну, как бы новизна, да? Что аккорд ля до ми, но я взял за целевую ноту не ля, не до и не ми. А взял ноту си, девятую ступень. Потому что она придает такое более изысканное звучание. И вам это может пригодиться. Такое лирическое, я бы сказал. Это звучание девятой ступени. То есть, вы можете взять тонику аккорда и на тон выше взять эту ноту для достижения определенной краски. Итого, у нас вот уже есть четыре типа опивания. У нас есть два вида задержания. И есть девятая ступень. Как в качестве такого лайфхака небольшого. Давайте вернемся к нашему аккорду ми минор. Я покажу все эти варианты, какое они дают звучание. Опять же, вариантов множество будет, да? Поэтому мы возьмем просто одну ступень. Ноту соль, скажем. Из него. Но вы должны понимать, что все это можно проделывать с каждой ступенью аккорда. Итак, опивание номер один. Опивание номер два. Опивание номер три. Опивание номер четыре. Задержание. Задержание сверху. И девятая ступень это будет. Либо. То есть я рассматриваю девятую ступень как опорную ступень, как целевую, да? А надстройки не меняют смысл аккорда, они меняют краску аккорда, степень изысканности такой. Это иногда уместно, иногда неуместно, да? Если вы чувствуете, что это не повредит музыке, вы можете попробовать. То есть если написан аккорд в гармонии ми минор семь, там, да, простой саптаккорд минорный, вы все равно можете поработать с этой девятой ступенью. Может дать вкусный эффект, интересный. Давайте подытожим тезисно. У нас есть горизонтальное мышление, вертикальное мышление. Горизонтальное мышление это мышление, при котором вы больше думаете ладом, а не гармонии. И пытаетесь развивать именно ладовые идеи. Секвенции, какие-то быстрые пассажи, скачки какие-то, да? То есть вы не думаете о гармонии. Вертикальное мышление это когда вы смотрите по вертикали мелодия и сопоставляете ее с гармонией. Отсюда название. То есть вертикальное мышление это тип построения мелодии, при котором вы учитываете очень внимательное изменение в гармонии. И ноты, входящие в аккорд, который звучит в данный момент, являются для вас целевыми звуками. Вы можете показывать эти ноты разными способами, да? Четыре вида опивания, два вида задержания и как такая авторская идея, просто лайфхак, девятую ступень можно добавлять. И существует еще множество способов, но для начала разобраться с этим уже будет очень круто. Особенно если учитывать, что это все варианты работы с одной единственной ступенью, да? В аккорд входит в трезвучие три звука, в септ-аккорд уже четыре звука. То есть, соответственно, вы можете в одном аккорде использовать такое опивание, в следующем аккорде другое, в следующем аккорде использовать задержание какой-то его ступени. Таким образом, у вас получается очень разнообразная мелодия, самое главное, которая привязана к гармонии, которая звучит осмысленно. Очень важный урок, который может вас продвинуть на следующую ступеньку такого импровизационного мышления. Увидимся в следующем уроке. Продолжение следует...